Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня с вами снова Яна. Мы находимся на Пулковской, 106. Здесь располагается еще один на юге города магазин «Светофор». Сейчас в ближайшее время в Санкт-Петербурге будет проходить экономический форум, в экспофоруме. Поэтому я вот решила сегодня приехать сюда. Из Пушкина добираться сюда очень удобно. 12 минут путь у меня занял из Пушкина. Так что, если вы там живете, рассмотрите и этот магазин. Есть в этом магазине вот такой стиральный порошок «Брейвс». Универсальный, безфосфатный. 247,90 цена. Пока про него известно, что он гипоаллергенный. Никакой другой информации пока не получила. Как отстирывает, пишите. 247,90 – это цена за полтора килограмма. Хватит на 50 стирок. И, кстати, ложечка мерная там внутри. Еще недавняя новинка – это вот этот гель для стирки. Под названием «Бимбо». 192,70 цена за 2 литра. И вот здесь, в этом магазине, новый порошок для нас с вами. Это стиральный порошок «Детский бани». 4 килограмма «Профлайн». Вернее, он новый. Упаковка у него, мне кажется, новая. 0 плюс идет этот порошок. От 30 до 60 градусов. Можно стирать для всех типов стирки. Без фосфатов. И 212,40 – это цена за 4 килограмма. Жидкое мыло «Детская лера». 1 литр с дозатором от компании «Коттон Лаб». 99,20 цена. Биолан, апельсин и лимон. 900 грамм. 81,30. Многим понравились вот эти тазы прямоугольные. 25 литров цветной пластик. Здесь они тоже есть. И в отличие от «Комунара», они есть в темно-зеленом цвете. Но скажу сразу, что их очень быстро раскупают. Кто-то их использует как ванночку на даче. И много других применений. Пластик пищевой – 139 рублей. Балфетки универсальные из микрофибры. 30 на 30. 10 штук есть в этом магазине. В приятном сером цвете – 98,20. В «Комунаре» быстро разобрали вот такой дуршлаг с миской. 4 литра цветной пластик. Здесь они есть в разных расцветках. 116,60. Цена супер. За эту цену вы получаете и дуршлаг, и сразу мисочку. Есть в этом магазине и вот такое мыло туалетное. 200 грамм 32,90. Цена земляничная оригинальная и банная оригинальная. Гарантия чистоты Нижегородский. Масложировой комбинат производит это мыло. Если вы пользовались, пишите. Остались в этом магазине и бассейны. Как я и говорила ранее, завозят их совсем по чуть-чуть в каждый магазин. Светофор здесь они есть. Цена 5996 рублей. 3 метра на 76 сантиметров размер этого бассейна. Но уровень воды здесь, наверное, где-то 50 сантиметров. 76 – это до верхней кромки. Здесь и комоды. Не во всех тоже светофорах они есть. 78 на 40 и на 80. 3000 рублей стоит. Но показывать его, собственно, не буду. Наверное, все уже изучили хорошо эти комоды. Вот она, первая новинка, которую не встречали в других магазинах. Это комплект домашний пижамный женский мужской под названием Allure. Футболка и шорты. 100% хлопок. Разнообразие размеров. Посмотрите, есть даже XXL. И стоит очень бюджетно. 498 рублей. Посмотрим все варианты. И это не просто пижама, а бай Пьер Карден. Женская 100% хлопок. Вот такой вариант с этикеткой. Здесь футболочка без рисунка. Единственное, мне кажется, что футболка коротковата. В данном случае это 50 размер. И цвет называется, посмотрите, как приятно. Сухая роза. Это не просто пижама и домашний костюм. Или рабочий костюм. Или дачный костюм, кстати. Но в любом случае мы уверены, что не одежда красит человека, а красивый человек одежду хорошего дня. Вот такой прекрасный посыл сделан в России. И шортики в комплекте. Пижама фисташкового цвета. Тоже шортики и футболочка. Нигде в наших магазинах-светофорах не было такого комплекта. Нашлась и мужская пижама. Черного цвета. Это, например, размер L. Тоже By Pierre Carden. Здесь, кстати, футболочка стандартной длины. Видите? И на шортики здесь добавлен рисунок. Видите, игровая приставка. Производят пижамы в Московской области. Павлова Посадский шелк. Называется компания. Еще один вариант пижамы. Здесь уже размер XL. Черная футболка также. И шортики в зеленую клеточку. Единственное, отмечу, что у этих шортиков резинка идет как у обычных семейных трусов. А сейчас, уважаемые подписчики, я хочу познакомить вас со своим заказом с сайта Happy Wear. Уже прогремели последние звонки в детских садах, в том числе и в начальной школе. Можно немножко расслабиться, но я всегда стараюсь закупать трикотажные изделия на следующий год заранее. Для своих детей я стараюсь покупать качественные трикотажные изделия. И среди прочего ассортимента на сайте Happy Wear я наткнулась на марку Happy Fox. Бренд Happy Fox это собственная торговая марка компании Happy Wear. В ее ассортименте представлено нижнее белье, домашняя и повседневная одежда для детей, подростков, мужчин и женщин. Первое, что я приобрела, это трикотажные белые носочки. Они пригодятся и на спортивных секциях, и на занятиях физкультурой. У меня здесь два размера, соответственно 35-38 и 37-39. Эти я смогу носить сама. Производство Узбекистан 85% хлопок, 10% полиамид и 5% эластан. Белых носков никогда не бывает много. На сайте Happy Fox есть продукции отечественных производителей, в том числе Орловская трикотажная фабрика. Из города Орел производят вот эти колготки. Мамочки меня поймут, за сезон мы расходуем огромное количество колготок. Я взяла и для младшей, и для старшей дочки по 4 пары. Метр 46, метр 52 и метр 28, метр 34. По составу в этих колготках 73 хлопок, 25 полиамид и 2% эластан. Классные колготки, очень симпатичные, всегда пригодятся. И что меня особенно порадовало, на этом сайте есть нижнее детское белье турецкого производства. Я очень люблю турецкий трикотаж. Изделия из Турции, они особенно приятные на ощупь. Там есть вот такие наборы трусиков по 5 штучек. Очень хорошая цена, соотношение цены и качества, и симпатичный дизайн. Еще одно изделие турецкого производства, которое я заказала, это маечки топы. Также очень приятные на ощупь. Все швы классно прошиты, ничего нигде не натирает. И внизу у каждой маечки идет легкое кружево. Здесь 5 маечек разных цветов. Я заказала 2 таких комплекта. Соответственно, для младшей и старшей дочери. И они, конечно, в восторге. Ссылки для покупки товаров под брендом Happy Fox оставлю внизу в описании. Ну а вам по традиции желаю только самых выгодных покупок. С наилучшим сочетанием цены и качества. Товары под брендом Happy Fox из их числа. Под брендом Botanica здесь представлены маслины без косточки. 280 грамм, производство Испания. Баночка ключ, баночка совсем малюсенькая. Умещается у меня в руке. Ну и цена 51,90. Вообще, Botanica широкий ассортимент представлен в светофоре продукции этой компании. А вот маслины вижу только в этом магазине. Ризотто с овощами и грибами 550 грамм. Пиканто вкусный продукт 91,40. Цена. Пиканто очень хорошо зарекомендовала себя. Вся продукция под этим брендом очень хорошего качества. Морковь, лук, репчатый рис, грибы, шампиньоны, горошек, перец сладкий, сахар, паста томатная, масло подсолнечное, рафинированное, дезодорированное, соль, перец, чеснок, пряности и зелень. И что хочу сказать, готовое блюдо называется «Вскрывай и ешь» 91,40 за 550 грамм. Многим нравится вот этот перец горький, маринованный от разносольникова. Я тоже его обожаю. Сразу скажу 118,80 за 650 грамм. Вкусный, достойный перец. Давно не показывала спрей от комаров. Очень актуальная сейчас позиция. 125 мл, 55,10 цена. Я не знаю, как работают поставки светофоров, но два соседних светофора могут очень отличаться по ассортименту. Например, смотрите, соус лечи, сладкого перца, томаты. 1 килограмм, 96,50 и действительно не видела его нигде у нас на юге города. Производит Московская область, город Подольск и зачитаем состав. Вода, томатная паста, перец, красный перец, зеленый крахмал модифицированный. Да, не очень. Соль, овощи сушеные, консервант, сорбат калия и бензоат натрия. И смотрим на цвет этого леча. У Валдайского погребка тоже вся продукция очень качественная. И в данном светофоре салат крымский. 500 грамм, 93,30 цена. Зачитаем состав этого крымского салата. Здесь очень красивый цвет и приятное на вид содержание. Томаты, огурцы соленые, перец сладкий, лук репчатый, масло подсолнечное, соль, сахар, регулятор кислотности, уксусная кислота и перец черный горошком. Очень приятный состав. Смотрите, как красиво все выглядит. Под компанией стоев здесь еще осталось вот такое манго протертое с сахаром. Оно вообще везде закончилось. 570 грамм, 151 рубль. Очень вкусное, мне нравится. От Ботаники еще есть персики в сиропе, тоже не везде они представлены. 850 мл производства Китай, правда, если вас не смущает. Цена 135 рублей. Есть здесь в ассортименте и желейные дольки. 1 килограмм, 300 грамм, 242,40 цена. Вот этот напиток растворимый фруктовый. Фруктовые пираты, дринк. Вишня, малина, апельсин. Встречаем уже во втором светофоре. Они есть еще в шушарах. 171,10 цена этого напитка. Здесь 25 пакетиков. Наоборот, 20 пакетиков по 25 грамм. Были с вами на днях в магазине Доброцен. Не забудьте посмотреть мой ролик. Так вот, там была канистра как раз для ГСМ 20 литров. А здесь канистра для ГСМ 10 литров 268,70 цена. Хорошая канистра. Для пищевых продуктов не подходит. Очень красивая ореховая смесь здесь в наличии. 500 грамм от Соманфуда. 318,60 цена. И в составе здесь грецкий орех, фундук, кешью, миндаль, арахис жареный, в жженом сахаре и арахис бланшированный. Смотрите, в этом магазине кетчупку баночка. Томатный, представлен в красной упаковке. Он, наверное, немножко другой, нежели тот, что в черной упаковке мы видели с вами в шушарах. Я покупала черный. Он мне очень нравится по консистенции. Там много трав. Видно, что производитель этого кетчупа не поскупился на ингредиенты. Это кетчуп Сеньор Помидор Классический. В бутылке 850 мл. Вот про его качество сказать ничего не могу. Хотя очень похожи у них упаковки. Но кетчупы разные. Здесь цена 77,90. Третий вариант кетчупа от Астория. Томатный 330 грамм 49,70. Сардино-тихоокеанская Иваси натуральная 245 грамм от компании Доброфлот 72,80. Баночка ключ. Качество этой компании тоже всегда получает хорошие отзывы. Сухари аппетита ванильные 46,10. Цена аппетита производит город Санкт-Петербург. Медленно разбирают и масло подсолнечное. Семечка Ивановна 90,90. А причина от такого низкого спроса, скорее всего, в цене. В шушарах, если бы оно стоило дешевле, разобрали бы в лед. Но уже недели три оно все-таки стоит колом. А это значит, что производителю бы снизить немножко цену. 90,90, 800 миллилитров. Здесь масло высший сорт. Хотя, может быть, оно супер качественное. Креветки белоногие. 542,80 цена за килограмм. В этом магазине тоже представлены. Есть они в ассортименте не всех магазинов. Цена кусачая. Но и креветки по внешнему виду хорошие. Налить вроде бы не сильное здесь. Здесь в упаковке на 815 рублей 1,5 килограмма. Вот бюджетная, хорошая, родная сердцу. Пикша без головы. 224,20. По нынешним временам это отличная цена на рыбу. 558 рублей цена вот этой упаковки. Здесь 2,5 килограмма почти. И вчера видела, как одна девушка жарила на мангале пик скумбрию. И мне сразу захотелось тоже ее пожарить. 192,30. Очень вкусная рыба. И здесь видно, что недавно ее расфасовали. В одной упаковке на 439 рублей. Цена посмотрите какая. 192 рубля. Жирная, хорошая скумбрия. Ягнятина на кости для отушения. 422,40. Тоже не встречали в других магазинах. Цена указана за килограмм. Здесь 890 грамм. Соответственно на 375 рублей. И в холодильнике нас встречает яйцо куриное столовое. Третья категория. 30 штук. 95,60. Цена. Это третья категория. И оно сразу понятно. Как-то в магазины светофор завозили категорию С0. Вот там были яйца очень крупные. Здесь малютки. И производитель этого яйца. Давайте посмотрим. Ленинградская область, Выборгский район, Птицефабрика, Ударник. Если вы работаете на этой фабрике, расскажите нам немножко о качестве ее продукции. Завозить стали с новой рикотту Претта. Одна девушка написала, ура, приехала моя любимая рикотта. В общем, качество отличное. Потребителям нравится. 153,90 цена. И мне написала одна девушка, которая работает на предприятии Галактика в Гатчинском районе, город Санкт-Петербург. Пишет, берите, не прогадайте. Качество очень отличное. По этикетке здесь 4,7% жирности. На самом деле здесь 5% жира. 150 грамм. Все семечки отборные. Мюсли, яблоко, семена льна. В общем, все очень классного качества. Мимо рикотты здесь есть и мягкий сыр Шепворкс. Крем-чиз. 800 грамм, 198,50 цена. Кому-то оно не понравилось. Кому-то не понравился этот крем-чиз. Я же первый раз его покупала. Для изготовления крема, для торта, отлично подойдет. В этом магазине кальмар филе кусочки. Я его покупала. Очень вкусное. Берите такой кофеек, черный хлебушек. И на него один кусочек такого кальмара. Он нежный, не как резинка. 152,80 цена за 200 грамм. Вот кита филе кусок, девушка пишет. Несмотря на то, что это шхуна от компании Санта Бремор. Жестковатая. Вот такую характеристику она получила. Ну а селедка пока только восторженные отзывы получает. Кроме одного, где девушка написала. Филе без костей. Это уже химически обработанный продукт. Но по вкусу все-таки нравится. Нигде пока с вами не видели вот этой спаржи по-корейски. Традиция вкуса. 500 грамм, 106,20 цена. И нигде тоже не видели с вами ребрышки для гриля в маринаде. Охлажденные, весовые. 230 рублей 10 копеек. Производит компания Ладога. Ребрышки уже порезаны, как я понимаю. Состав зачитывать не буду. Он внушительный. Но судя по тому, что осталось две упаковки, наверное, хорошо разбирают. Изготовлены, кстати, свеженькие. Смотрите, 0,5-0,6. Буквально позапозавчера. Меня спрашивали про вот эти куриные крылышки по-домашнему. 209,50. Это копчено-вареная продукция. Я сама их протестировала. Действительно, очень вкусные крылышки. Берите, как говорится, не прогадайте. Заворский мясокомбинат производит. И девушка спрашивала, есть ли крылья. Вот в этом светофоре Пулковское, шоссе 106. Крыльев еще много. И вот этой продукции мы с вами не видели нигде. Это бальзам Алтайский букет. 250 мл стеклянной баночки. Витаминный. 110,30 цена. Этот бальзам безалкогольный Алтайский букет. Не является лекарственным средством. Он рекомендуется в качестве дополнительного источника витамина С. Оказывающего благоприятное действие. Восполняет недостаток витаминов в организме. Вот этот Алтайский бальзам тоже будет актуален. Успокаивающий. Третий вариант. Это иммуномодулирующий бальзам. С другой стороны от светофора расположен садовый центр. Что тоже удобно. Смотрите, здесь распродажа рассады. Идет как раз она выставлена. Вот томаты микс. Разная рассада томатов. Большая выставка на улице стоит. Можно повыбирать, пройтись. Посмотреть на растения. Очень приятно. Так что приезжайте в этот светофор. От Пушкина. Повторюсь, здесь всего 12-15 минут. На машине очень удобное расположение. Даже мне кажется удобнее, чем шушарский светофор. Ну а на этом я с вами прощаюсь, уважаемые подписчики. Желаю вам всего самого наилучшего. Красота, конечно, здесь. Сейчас пойду хвойные повыбираю. Редактор субтитров А.Семкин